Пока я выбираю спутника жизни, пока формируются мои ценности, взгляды на жизнь, вот в этом время нужно. 40-50 лет эта книга уже, ну разве что понять, как вы глубоко ошибались и раскаяться, ну, читайте, да, конечно. 21% участвуют в семейных богослужениях, всего-навсего. И 50% все еще считают, что они должны что-то делать для своего спасения. Аж дети обеспокоены возвращением Иисуса Христа. Опишите в ярких красках, как придет Христос. Растолкуйте им книгу откровений, и им ужасный путь сняться начали. Понимаете? 67% адвентистской молодежи склонны согласиться и определенно согласиться с утверждением, что «Меня беспокоит то, что я не готов к возвращению Иисуса Христа». Поэтому, друзья мои, сегодня для нас первейшая задача сделать учениками наших детей. Конечно же, мы имеем радость, когда мы некоторые христили, но одно дело христили, другое дело привести к Иисусу. Понимаете, да, что между этими двумя понятиями существует большая разница? Есть такой благословенный брат, руководитель семейного отдела нашей церкви по Генеральной конференции. Это чернокожие, симпатичные ребята, они очень веселые. Когда они проводят какую-то лекцию, вы их не понимаете, это комедийный номер или это что-то серьезное. Насколько они творческие, настолько они эмоционально передают. Они находят такие образы, сравнения, соответствующий язык, чтобы передать материал, который изучаете. Но вместе с этим, когда вы доходите до последней минуты, вы понимаете гениальность этих людей. Что самые тяжелые и сложные вещи, нельзя было другим языком сказать, как они это выбрали. И потом вы выходите и рыдаете, а не ржете. Понимаете? А до этого живота и хватали, и спиялись. Но зато все, после десяти часов лекции непрерывной, никто не ушел, сидел и слушал. Но последняя минута была гробовая тишина. Если вы можете полторы тысячи пасторов сделать, чтобы в течение минуты-две все молчали, друзья, это великое мастерство. Но вопрос здесь не в мастерстве, а о том, что на них был тут Господь. И они передали нам самые важные вещи. Такие вот очень интересные люди, и у них еще написаны интересные книги. Интересуйтесь, некоторые из них я вам предложу. Так вот он в одной из своих статей, в книге говорит, мы должны инвестировать больше времени, усилий и энергии для ученицов детей в церкви. Может быть, мы больше плестили, чем делали их учениками. Нам нужно сделать специальное ученичество, а не просто сделать их членами церкви. Какая разница между ученицами церкви и учеником? Разница есть? Я очень надеюсь, что в соктябре месяце у меня будет чуть больше времени, чтобы хотя бы регулярно, два раза в субботу я был здесь. Я очень хотел бы вас видеть вечером, но это очень сложно для вас. Я не знаю почему, раньше было несложно, но вот во второй части я буду проводить семинары, каким образом увидеть мышление правильное, увидеть то, что мы не видим. И не делать то, что не приносит пользы, а делать то, что именно работает. Бог призывает нас быть делателями учеников, то есть последователями. И вот самый грандиозный текст по ученичеству. Мы говорим о великое поручении, но вот в чем заключается великое поручение? Здесь иногда ошибаемся. Матфея 28 глава, то есть последняя глава, последние три текста, да? С 18 по 20 стих. Давайте, про что могу. И приблизившись, Иисус сказал ему, да нам не всякое рода станет и на земле.